Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба» в телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Безопасный двор для каждого. Полицейские и Талдыкургана совместно с жильцами многоэтажек внедряют пилотный проект по установке камер наблюдения. Экзотическая оранжерея. Житель Ильийского района в теплице с использованием передовых технологий заботливо выращивал элитные сорта марихуаны. Прозрачные окна. Полицейские проводят рейды по растонировке автотранспорта. С начала года 182 водителя привлечены к ответственности за тонировку своих авто. А теперь об этом и другом более подробнее. Безопасные дворы появились в этом году в городе Талдыкурган. Полицейским и председателям КСК удалось убедить жильцов многоэтажек сделать свое жилье безопасным. За установленное видеонаблюдение к коммунальным счетам добавятся всего три сотни тенге. Теперь во дворах и подъездах будет гораздо спокойнее и безопаснее. Это именно по порядку. Первый подъезд, вот второй, вот третий, вот четвертый. Это вход, подъезд, вход, подъезд, вход, подъезд. Каждый. Получается для того, чтобы пользоваться, просмотреть, допустим, вот это то, что показывает, это онлайн. То, что вот сейчас происходит на данный момент. Что и просмотреть, получается, видео, которое происходило сегодня ночью, или час назад, пять минут назад, в случае чего что-то произошло. Получается, вот нажимаете правую кнопку, воспроизвести. Вот здесь вылазит, получается, календарь. Вот здесь, получается, февраль. Вот вчера мы запустили систему, вот вчерашние записи есть, и вот сегодня до трех часов. Специалисты IT-технологий рассказывают о возможностях установленных видеокамер. Теперь все отснятое во дворе и подъездах будет храниться в памяти сервера более 30 суток. А это значит, что в случае необходимости без труда можно установить, кто был в то или иное время. По вот этому адресу, Назарбаева 68, дробь 78, нами были установлены 8 камер по проекту. В каждом подъезде, получается, входная зона и внутри подъезда. Те камеры, которые находятся на улице, они охватывают территорию дома, парковочные места. Сейчас в проекте, получается, в этом же доме, даже до установки еще трех камер на территории двора. Будет установлен столб, на котором будут стоять три или четыре камеры, посмотрим, от охвата, чтобы охватывать полностью всю территорию двора. Конечно, такое удовольствие не из дешевых. На оборудование одного безопасного двора необходимо порядка полумиллиона тенге. Понятно, что самостоятельно потянуть такую сумму под силу не каждому КСК. Поэтому одна из фирм решила установить камеры наблюдения, взимая с жильцов лишь об анплату. Для нас, для жителей, конечно, очень важно, что камеры установили. Я думаю, кражи не будет. И были кражи в домах? Кража, да, да. У нас даже часто было. И у меня была кража. Это было 5-6 лет тому назад. Следует сказать, что это не единственный безопасный двор в областном центре. По желанию жильцов, можно дополнительно установить шлагбаумы. Таким образом, будет установлен контроль и за въезжающим транспортом. Такие меры существенно повысят безопасность и уменьшат количество имущественных преступлений. Мы проводим разъяснительную работу с гражданами. Видеонаблюдение уже доказало свою эффективность. Где установлены камеры, там практически не совершаются правонарушения и преступления. Параллельно с этим ведется и работа по расширению уличного наблюдения Центра оперативного управления полицией. Полицейские Аматинской области продолжают вести активную работу по поиску похищенного скота и задержанию лиц, причастных к данному виду преступлений. А также пресечению подобных фактов. Очередные оперативные мероприятия прошли в рамках республиканской отработки скотократ. За время его проведения стражи порядка задержали 6 организованных групп и задержали 28 человек, которые крали скот, спасбищ и других мест выпаса скота. А также уводили МРС и КРС с крестьянских подворьев. Очередная криминальная троица была задержана сотрудниками полиции Жамбылского района. Троим местным жителям, задержанным по подозрению, доказано 5 фактов. Задержали полицейские и группу из 11 граждан, специализировавшихся на угоне лошадей. Подозреваемые орудовали на территории трех районов и украли 37 лошадей. Теперь им предстоит ответить по всей строгости закона. Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям области с просьбой обезопасить свое подворье надежными запорами и не оставлять свой скот без присмотра во время выпаса. Чудо-оранжерею выращивал у себя на дому житель Ильийского района. Правда, вместо цветов он заботливо окучивал в горшках элитные сорта марихуаны. На селекционера борцы с наркобизнесом вышли во время очередного оперативного мероприятия. Вначале у подозреваемого было изъято несколько свертков с марихуаны, но при проведении дальнейших следственных действий на втором этаже дома их ожидал сюрприз – целая посадка каннабиса, а именно 47 кустов общим весом в 26 килограмм. С целью создания необходимого микроклимата помещение дополнительно отапливалось при помощи солнечных батарей и специальных ламп. Здесь же обнаружили еще 295 свертков и два мешка готовой марихуаны весом в 8,5 килограмм. Теперь вернуться к земледелию горе Мичурлинцу, по всей видимости, придется нескоро. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по статьям 300, части 1, 296, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый в настоящее время во дворе он в изолятор временного содержания. В этом году вступили в силу поправки в Уголовный и Административный кодекс страны. Теперь за незаконную рыбалку или охоту запросто можно загреметь в тюрьму сроком от 5 лет. Природоохранные и полицейские провели встречу с заинтересованными органами, во время которой обсудили вопросы усиления ответственности, а также наметили дальнейшие совместные действия по борьбе с незаконным браконьерством и рыболовством. Представители инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали о результатах собственной борьбы с браконьерами за 2019 год. Законом Республики Казахстан за номером 292 были изменения в законодательстве Республики Казахстан, в частности в Уголовном кодексе по экологическим правонарушениям. В частности за преступления, выявленные экологические преступления, незаконная охота, рыболовство, порубка, санкции были уже статистичны. К примеру, скажем, по 335 статье Уголовного кодекса незаконной добычи водных животных и рыбных ресурсов, по санкции данной статьи штрафы были увеличены до 3000 мрп и лишения свободы до 10 лет. Такие же санкции были предусмотрены и за незаконную охоту, и за добычу животных, которые находятся на грани исчезновения. По данным статьям, ужесточены санкции, привлекаются как штрафным санкциям, так и лишением свободы до 12 лет. С начала текущего года уже выявлено 164 факта нарушения природоохранного законодательства. По 14 из них возбуждены уголовные дела. 114 человек понесли административную ответственность. У задержанных изъято почти 3 тонны рыбы, 110 орудий совершения правонарушения, из которых 27 ружей и из них 11 незаконных. В этом году стражи порядка продолжат борьбу с браконьерами, применяя все возможные методы, в их числе и вертолетное патрулирование. Уже весной, в период нереста рыбы в небе над водоемами, вновь появится винтокрылая машина с полицейскими на борту. Под наблюдением будут не только многочисленные акватории края ЖТСУ, но и ореолы обитания животного мира. Ох, мани-мани! В своем стремлении к легкой наживе граждане напрочь забывают простую истину. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке и попадаются на уловки мошенников. В этом году в полицию Талдыкургана уже поступило 90 обращений граждан по таким фактам. Обводят граждан вокруг пальца при помощи различных уловок. Главный аргумент – быстрая нажива. Вложил мизер, получил по максимуму. Один из способов создания интернет-пирамид. Самая простая схема финансовой пирамиды. Первым участникам организатор платит большой доход из собственных средств. Первые участники при этом делают небольшой взнос. Некоторое время организатор пирамиды нарабатывает количество участников и репутацию. Вознаграждение оплачивается из собственных средств участников. Когда набирается определенное количество участников и большая сумма, организаторы исчезают вместе со всеми деньгами. Мошенники используют в своих схемах с интернет-услугами и магазинами, киви-кошельки и другие счета для перевода денежных средств. Выманив предоплату, мошенники исчезают из поля зрения, отключив телефоны. Только в Талдыкургане зарегистрировано 7 таких случаев. Также мошенники предлагают, представляются работниками различных организаций. К примеру, неизвестные лица, представившиеся с работниками организации соц. обеспечения, обманывают граждан преклонного возраста. Под предлогом, что меняются денежные средства на новые, получая деньги, они исчезают. Помните, своевременное обращение в полицию повышает шансы розыска и задержания мошенников. Еще один из актуальных вопросов – обеспечение дорожной безопасности. На автомобильных артериях Алматинской области ежедневно выявляются сотни нарушителей, каждый из которых подвергается административному наказанию. Большую помощь в этом оказывает процессинговый центр, куда стекается вся информация о нарушениях, зафиксированных в автоматическом режиме. Уже отсюда идет оповещение владельцев авто. Согласно закону, уведомлять их можно как письменно, так и по телефону. Мы вот людям обзваниваем и говорим, вот у них нарушения есть. Например, 20 февраля, 9.51, например, по улице Аблехана у Алиханова, превышение скорости. Есть некоторые люди, например, возмущаются, вызываем сюда в обл. ГАИ, они приходят и свое мнение говорят, заходят к старшему и так далее. Если ранее наблюдались задержки с оповещением нарушителей, то сейчас на вооружении стоит целая онлайн-система, в которой задействована и КАЗ-почта, в чьи обязанности войдет отправка писем счастья. С начала года автоматическими видеосистемами фиксации были зарегистрированы более 2000 нарушений. Большая часть штрафов взыскана. Напоминаем, что граждане по-прежнему могут оплатить 50% от наложенного штрафа в течение 10 дней после их оповещения по телефону либо в письменном виде. Если нарушитель проигнорирует добровольную выплату, то за дело возьмутся судебные приставы и дорожные полицейские, и проводящие на систематической основе ОПМ «Барышкер». У каждого транспортного средства имеется технический регламент, который любят нарушать водители, украшая свое авто дополнительным световым оборудованием и другими запрещенными способами. На этот раз под пристальное внимание стражей дорог попали любители тонировки, ведь согласно закону нанесение светоотражающей и затемняющей пленки на лобовые и боковые из передней стекла запрещено. За небольшой промежуток времени выявлен целый ряд подобных нарушителей, которые поначалу отрицали наличие такой пленки на окнах своих машин, однако наметанный глаз инспектора не ошибся ни разу. Многие водители вступали в словесную перепалку с полицейскими, однако добивались еще более жестких мер – изъятия государственных регистрационных номерных знаков. Эта мера вполне законна в данном случае, согласно статье 590, части 5 КОАП Республики Казахстан, управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправности или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. С начала года в городе Талдыкурган 182 владельца авто за тонирование стекол транспортных средств были привлечены к административной ответственности. Работа в данном направлении будет продолжена на систематической основе. На этом очередной выпуск программы «Полицейская служба» подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща, мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцами правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые вы сейчас видите на своих телевизионных экранах. До следующей встречи в эфире телеканал ЖТСО. До свидания.